В Белгус-Цирке начались одни из первых репетиций новой программы «100 минут вокруг света». Как и всем артистам, лошадям и другим животным, нужно размяться перед тренировкой. Видите, вот эту самую маленькую пони, ей слово 20 лет. Идет 40 минут разминка. Так как лошади стоят в стойле, да, у них ограничено движение плюс-минус, да, вот сейчас они должны 40 минут просто побегать. У меня есть новая идея для моего нового номера, и когда люди придут, они увидят и скажут, да, вот, это было на самом деле круто. Они слушаются только вас? Они будут слушаться кого угодно, если вы будете правильно давать команды и стоять в нужном, правильном месте. Например, я могу этот номер отдрессировать этих животных, сделать номер, а потом вас научить, и вы будете с ними работать. Так, стой. Давай, говорите ему. Сделай ножку красиво. Сделай ножку красиво. Сделай ножку. О! Молодец. Всё. Теперь вы будете дрессировщицей. Поздравляю! Ну, давайте пятёрочку. Питер, тебе нравится в цирке работать? Да? Да. Раньше. А давайте со мной. Тебе нравятся Минск новости? Да. Так, это уже заплату, это всё. Стоит, нормально, сам. Ну, верну там 10 минут пробежка, побегать, размять косточки. Какие функции будут выполнять верблюды в новой программе, которая стартует в сентябре? Ну, скажем так, будут они красиво в вальяжно ходить и танцевать. Верблюд Минск. Он в Минске и родился, да? И в Минске и родился. Он тоже хочет дать интервью. Минск. Минск, ты сделаешь, ажно? Договорить. Давай договоримся с тобой как-нибудь. Морковкой там или... Минск. Минск. Нет. Всё. Ну, вот видите, у всех есть свой какой-то предел. Животным тоже нужно отдыхать. Если не хочет, то не заставить. Какими будут костюмы? Расскажите. У вам, вот у верблюдов. Мы ещё не знаем сами. Это секрет. Наверное, что-то восточное будет, да. Восточное костюм. У нас восточное костюм, да. А у лошадей... А у лошадей это вроде ковбой. Там, наверное, что-то такое. Там бахрома, шапки. Их 100 минут мы должны посетить очень много всяких стран. Ты видишь, очень много интересного. Что касается количества номеров. У нас будет акробат российский, под руководством Владимира Шатирова. У них два номера. Будет русская палка. Вот. И это будет эквилибр на его настоящей лестнице. Потом будет великолепный номер воздушная гимнастка на волосах. То есть не просто вот она там руками цепляется. Вот. Она на волосах всё делает. На своих полотна. Это наша артистка. Ну, понятно, что пони, лошади, наши верблюды, пумы. Она начинается 18 сентября. Вот. В 17-м будет задача программы. Очень хороший клоун будет. В отличие от главного выступления, все трюковые элементы выполняются исключительно со страховкой. Ну, то есть у меня другой немножко жанр оригинальный. А здесь, здесь хочу просто попробовать, скажем так, себя ещё в новом жанре. Я так ещё джигит молодой. И руководитель не разрешает без страховки ничего делать. Но это и правильно, если вчера вот был инцидент. Ну, страховка себе что представляет? Вот, смотрите, поезд лонжа через блок. А там напарник держит себя и всегда на готове стоит. Да, стоит с той стороны. Да, в данном случае это мой ангел-хранитель. Более опытный джигит стоит. То есть если я буду с той стороны, то это будет бесполезно? Нет, вы взлетите и полетаете, и мы полетим вместе. Аплодисменты! Приходите к нам на представление. Обязательно. Это будет супер, как всегда. И поторопитесь покупать билеты. У нас только 50% зала, поэтому билеты очень быстро раскупают.